А его это дело показывает. Он управляет государством. Вот они когда взглядают душу народа, они кончаются тактически. Как сумасшедшие, как Ленин, Сталин, Крыщев, Леонид Ильич, Леонид Примпентай, Томов, Крыщев, Чарененко. Я хочу напомнить здесь еще роль всем неверующей в жизни. Я живой свидетель. Когда мой уважаемый Михаил Сергеевич Горбачев сказал по телевизору, я атеист, я не верю в Бог. Да он сказал, что он доволен, что его любимая половина Раиса Максимовна Арбачева не отдернула взорвавшись с его руками. Вот он разумья. Знать же, я не форося за отворности. Могли бы там и все перестерять бы. Все волнух, где-то он не сделает. Они жили, я не убиваюсь. Все волнух, она заболела. У человека вся мощь, все, что надо для ее обличия, у них есть. Наука незападная. Ни деньги, ни славу, ни литежу. Я об этом, к сожалению, этот пример, я, конечно, никто не видел, не хотел видеть, не обратил внимания. Это не пишется. А я всегда, в частых беседах об этом всегда говорю. Смотрите на пример. Пример Сталина. Парелумия, она была тонкая, извещена. Надежда. Тонкая. Застерилась. Она не была вынести хаос. Если тогда богатство слава своему мужу, она жизнь покончила. Ну ладно, Старик Калинин продаст ее на лагеря. Ради славы человеческой, мол, отдаст ее наиздевательство. Ради себя. Какие же выжги. А как они потом жили? А? Как же они потом жили? У меня всегда началось. Ну, все еще. К совести, не совести. Старик сказал брать ее. Я задержал. Хотя я брал на прокат балерин в Большой Театр. Достается. Это никто не вспоминает, да? Вот. Ну, там пристать и жить. Ну, там. Последний удар. Замочил. Очень яркий. Пример хороший, пожалуйста. Наина. Дорогая. Она держит своего близких, Николаевича, в руках. Она христианка, да, на ней, на ней. А сошли, как, за звать ее. Вот, а где рука, джон прибивающийся. Вот, посмотрите, чем счастье в жизни. В жизни. Мы при нем живем, хотя можно было бы многое говорить, что ее упустили. Очень многое. По уму, даже люди с Востока говорят, приезжают из Египта, говорят, надо бы на третий срок, а я не успею. Мы живем, русскому, патриотическому, православному уму. Конечно, на переправе не менялись. Первый, другой. Да, мы привыкли срахаться от одного к другому. Особенно было проявляться в советской власти. Кенщеку надо было менять тогда. Смотреть по их деятельности. Мы завязаны американской конституцией. Это очень противно. Это очень больно. Это мы ее снизали, от них взяли, что президент был только в Востоке. Мы россияне. У нас большая российская страна. Мы должны выработать себе свою российскую конституцию. Свой закон незападный. Не надо идти на поводу. Посмотреть, чем жила Россия после 17 века. Были в земской соборе. Я не юрист, я не знаю. То есть, покопаться просто. И найти свой тельнейший порядок законности на будущее для нашей русской жизни. Потому что Владимир Владимирович, он привык. Его знает. Он понимает, как. Вормуты все как сказать, все знает прекрасно. Придет новый россиянин. А умный постольца, новый метла, но он улетет. И вот это боюсь. Третье. И всегда вокруг больших личностей собирается ничтожное окружение. Я могу сказать, я маленький человек в окружении Владимира Владимировича. Кто мне не нравится. Есть личности, которые говорят, что ничего не делают. От которых зависит благополучие. Маленький, если надо поднимать цены на газ, на свет, на воду. Мы заняли нефтью границу. А здесь дерем последние тряпки с теле русского человека. Почему не делать так, как это надо, по закону? Почему не помочь? Нам хочется разручить советскую подняться. Почему у нас денег полно? А мы все у нас отбираемся. Маленький пример. Я не понимаю законности. Но только знаю кто. что если я отделен от церкви, церковь, от государства, так будет достопочтейшее государство. Не лезет мои дела. Ни втребные, ни свечные, ни прочее. Я знаю сколько раз приходится платить налог. Как русский человек. А как мобильный мысль оплаты. Как платить за свет, что-то получить за тепло, мы церковь, мы обязаны платить налоги. Опять тоже давление, которое было при советской области. Все задавить. То есть внешне, да, мы за народ, мы за православие, мы за веру. А как дойдет до дела, остается. Поэтому это горе в наши дни, в наши времена. Я не хочу уникать в подробности. Ну, пусть история, пусть люди, которые отвечают за законность, там разбираются сами. Ну, мне хотелось бы, чтобы еще, конечно, очень трудно, Владимир Владимирович, он молодой, только за пятьдесят. А ровесник моим дочкам еще потрудится во славной силе. И дай Бог, чтобы ему в жизни был помощником. Какой-то маленький Савельевич. Савельевич, понимающий, знающий жизнь. Не со стороны прегребательства, со стороны любви своего президента. Если бы его окружение, были бы министры, понимающие, что вместе с ним надо Россию возродать. Все было по-другому. Сегодня с ним только идет руководка, ногу, 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 это наша Русская Православная Церковь, в которой он очень отточится благодать на руководке. Не хочется никому. Спасибо. Спасибо. Спасибо.